Всем здравствуйте! Наконец настало лето, самое время приготовить овощную оракулу. Что нам для этого понадобится? 4 средние картофели, 5-6 небольших морковь, 1 луковица небольшого размера, 1 чеснок, 2 баклажана, 1 кабачок, 2 болгарских перца, 3 небольших помидора, цветная капуста, примерно среднего размера, растительное масло, соль, перец, сахар и как всегда отличное настроение. Первым делом нужно нам порезать баклажаны. Баклажаны мы будем резать поперек, нарезаем примерно вот такой вот соломкой, режем вот так, то есть получается у нас кубики. Баклажаны имеют свойства, если мы их бросим в раку, они будут немного горчить. Чтобы они не горчили, сейчас я покажу, что это для этого нужно сделать и почему мы их режем в первую очередь. Вот мы нарезали наш баклажан. Теперь чайной ложкой соли мы посыпаем и все это хорошо перемешиваем. Баклажаны мы уже прославили, они должны поставить 15 минут, чтобы пустили стоп. Если никогда не пустят сок, они не будут такие горки, их можно спокойно тушить, очень будет вкусно. Тем временем можно приготовить нашу зажарку. Мы берем луковицу, небольшого размера, как я уже говорил, и нарезаем как на обычную зажарку. То есть, не крупно, вот так вот. Мы будем готовить нашу зажарку вот в такой емкости, или примерно можно готовить утятницу. Какая у вас есть большая емкость? В этом и зажаривайте лук. Первым делом мы заливаем масло. Наливаем на дно масло, масло нужно не жалеть, чтобы полностью закрыло хорошо дно. Потому что в дальнейшем мы будем тут же тушить все наши овощи. Кидаем масло. Засыпаем сверху лук. И все желательно, чтобы лук обжарился у нас на маленьком огне, даже протомился. Все, накрываем крышкой. Ждем до готовности. Лук у нас уже почти готов, можно порезать морковку. Морковку будем резать так. Разрезаем ее пополам. И нарезаем полукольцами. Не толстого, вот такого вот примерно размера. Лук мы довели до золотистого цвета. Лук не пережаривайте, чтобы он получился красивый, золотистого цвета. Теперь бросаем нашу морковь. Но помните, когда вы бросили морковь, лук уже останется на таком же, как он зажарился до золотистого цвета, больше он не пожарится. Так что обязательно лук хорошо зажарится до золотистой корочки. Все перемешали. И опять под закрытой крышкой мы оставляем его на минут 10. Тем временем, пока тушится наш лук с морковкой, можно порезать все остальные овощи. Мы взяли кабачок, но видите, есть какие-то заусенцы. Их не обязательно кидать, можно немножко обрезать. Но не только не срезайте всю шкурку, потому что кабачок развалится и рагу такое будет рассывчатое. Зачем это нам нужно? Оно надо, чтобы оно у нас было красивое. Обрезаем все лишнее. Вот такие вот вещи, которые вам не нравятся. Нарезаем кабачок тоже кубиками. Перерезаем его пополам. Нарезаем его вот такими вот дольками и режем кубиками. Так у нас получатся довольно неплохие кубики. Порезали наш кабачок, теперь можно порезать наш картофель. Картофель, в принципе, тоже советую нарезать просто обычными кубиками. Не мелкими. Мельче, конечно, чем кабачок. Вот так вот, такого вот размера, чтобы у нас получилось. Вот такие вот небольшие, но очень красивые кубики. Теперь можно почистить наш перец. Перец мы разрезаем, срезаем эту крышечку, перерезаем пополам. И у нас внутри вот такие вот семечки. Мы их аккуратно, либо руками, либо ножом, как вам удобно. Берем, вычищаем, убираем полностью вот эти семечки, чтобы у нас осталось оно без этого. Потому что они невкусные и могут придать немного горечь. И перец мы нарезаем примерно вот такими вот дольками. И разрезаем уже покрупнее. Вот примерно вот так вот. Вот так мы примерно нарезаем наш перец. Перец придаст очень пикантно, очень будет вкусно. Я очень обожаю болгарский перец. Мы нарезали наш перец, теперь можно нарезать цветную капусту. Мы убираем все лишнее. Тоже можно руками, ножом, как вам удобно. У нас такая внутри кочерыжка, лучше всего ее просто вырезать. Берем по кругу, опускаем ножик. Видите, они сами распадаются. Вырезаем вот такую вот кочерыжку. И берем все лишнее, просто обрезаем. Самая толстая. Вставляем вот такие кусочки. Одна быстро моется, элементарно режется. Просто некоторые начинают резать сверху, и она просто распадается. И это все превращается просто в обычный кошмар. Мы берем вот так вот нашу капусту, и просто можем либо сверху, небольшими кусками, просто ее нарезать сюда. Приступаем к следующему. Морковка у нас уже с луком зажарилась. Теперь синенькие, которые у нас стояли 15 минут. Они пустили сок, сок мы слили. Теперь у нас синенькие готовы к тому, чтобы их тоже тушить вместе с луком и морковкой. Мы их забрасываем. Хорошо перемешиваем. И обжариваем в течение 5, может 6 минут. Этого будет достаточно. Теперь, пока у нас это все тушится, можно нарезать наши томаты. Обязательно убираем вот эту штуку. И тоже их будем нарезать кубиками. Помидоры берите на любой вкус, который вам нравится. Я сегодня взял розовые. Синенькие у нас уже приготовились. Они, когда тушатся, они похожи по запаху на белые грибы. Так что советую обязательно приготовить это блюдо. Запах просто великолепен. Теперь самое время бросить наши томаты. Бросаем наши томаты. Опять хорошо все перемешиваем. И можно этому протушиться еще 5 минут. Все опять накрываем крышкой. И все это томим на среднем огне. Даже, можно сказать, чуть меньше среднего огня. Помидоры у нас уже протушились около 5 минут. Самое время закинуть и овощи, которые мы приезжаем. Кабачок, картошка, цветная капуста. Все это мы складываем сюда. И болгарский перчик тут. Запах, конечно, просто великолепен. Овощное рагу. Это, конечно, блюдо, которое не оставит никого в покое. Оно очень вкусное. Но, к сожалению, готовить его можно только летом. Все это нужно перемешать. И помните, мы солили синенькие. Бросали чайную ложку. Поэтому сюда можно кинуть еще одну чайную ложку. Я думаю, не большую. Но вы, если любите более подсолене, конечно, вы можете бросить немного больше соли. Мы это все тщательно перемешали. Теперь чайную ложку соли. И положим чайную ложку сахара, но без горочки. Это придаст остроту вкусу. И получится очень-очень неплохо. Опять все перемешали. У нас оно будет тушиться примерно 30 минут. Но до готовности. Смотрите, какой у вас газ. На каком огне оно стоит. Все, закрываем. Тушим до готовности. Рагу наше тушилось около 30 минут. Оно у нас уже практически полностью готово. Теперь самое время бросить чеснок и черный перец. Чеснок я уже почистил. Три больших зубца сюда спокойно хватит. Можно его выдавить чем угодно. Даже ножиком. Просто берем ножиком, толстой стороной. И берем вот таким вот образом. Давим наш чеснок. Можно взять чеснодал. Ну, как больше нравится. Чеснок мы наш подавили. Немножко поперчим. Молотым черным перцем. Тоже по вкусу. Можно добавить красный перец. Добавим наш чеснок. Немного это все нужно перемешать. Все это мы немножко перемешали. И теперь оно еще может пропушиться около 5 минут до полной готовности. Вот такое аппетитное блюдо у нас получилось. Всем рекомендую попробовать. Оно подходит на любой праздничный стол, на любую обыденность. Пожалуйста, готовьте. Всем приятного аппетита. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...